Почти 2 миллиона рублей на поощрение деятелей культуры в Прикамье определили лауреатов краевой премии в сфере культуры и искусства. Ее вручают традиционно, отличившихся выбирает по итогам работы за предыдущий год. Это музыканты и актеры, режиссеры и хореографы, писатели и композиторы, работники музеев. В этот раз на соискание премии было выдвинуто 75 номинантов, 29 из них стали лауреатами. О некоторых из них расскажет Юлия Зыкова. Коллективу Пермского оперного присудили премию за спектакль «Щелкунчик» – театральный символ Нового года, воплощенный на сцене в декабре 2017-го, стал громким событием в культурной жизни города. Действие новой постановки перенесено в Петербург 1892 года. Именно тогда публика увидела балетного «Щелкунчика» впервые. Это, понимаете, спектакль о том, что даже кукла, если ее полюбить, она может стать живой. И наоборот. Без любви человек – это кукла. Музей современного искусства отмечен за проект «Пермское доброе. Из чего вырастает счастье», где были показаны работы школьников. А также за выставку под названием «Современная графика по Брайлю». Это экспозиция картин для незрячих и слабовидящих посетителей. Здесь для каждой акварели, рисунка и литографии была создана рельефная репродукция, а то и целая объемная модель, чтобы их смогли воспринять люди с проблемами зрения. Но все равно пальчиками ощущается. Вот крестик, вот купол. Все это можно тихонечко так рассмотреть, потому что сделано довольно качественно, все это понятно. Авторский коллектив Пермского краеведческого музея получил премию за научно-исследовательский проект «Трагантериевый слон». Восьмой год подряд в Аханском районе специалисты ведут раскопки останков доисторического гиганта – трагантериевого слона. О древнем прикамском животном сделаны доклады на международных конференциях. О нем рассказывали и детям. Специалисты разработали выездную программу для школ и детских садов. Палеолаборатория, то есть дети немножко почувствуют себя палеонтологами. Они попытаются определить, откуда эта кость. То есть у нас будут наглядные материалы и будут вот эти вот муляжи, кости, которые можно потрогать, подержать в руках. Коллектив Пермской художественной галереи также в числе награжденных. В год своего 95-летия здесь открыли экспозицию об Уральской империи Строгановых. Чтобы показать ее масштаб, посетителям представили самые ценные и уникальные экспонаты. Согласно положению о премии, каждый авторский коллектив получил памятный диплом и 120 тысяч рублей. Юлия Языкова, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей. Юлия Языкова, Телевизионная служба новостей.